Такое вот. Что значит личная встреча? Столько вы сделали, оживили буквально все. Это Божий талант. Вы только запомните, что вы для меня ничего не делаете. Вы делаете для Бога. И тогда мы дружбу не потеряем. Потому что вы можете встретиться на моих трудах такое, что вас прожжет. Прожигает, Игнатьев Игорьевич. Я еще не совсем ознакомился, но проповеди читаю и ответы. Это вообще прожигает, бывает так серьезно. Это не одна проповедь, а 1173. Как мне говорят, везде у вас гигантизм. Ну, это вообразить даже нельзя. Вот сейчас готовиться к выходу, пока здесь, видимо, получим все-таки мы. Четыре тома, называется проповеди в стихах. Четыре тысячи с лишним проповедей в стихотворной форме. А создания мира этого нигде не было. И эпиграф из Библии. Вот если все будет благополучно и привезут, вы тогда увидите. Мы сказали, кому надо, берите. Кому надо взять, не на что, потом пришлете. Потому что нам нужно сейчас набирать деньги на издание «Кристину православия». А то, которое я привез, можно взять нынче не по одному из днипляров. «Кристину православию» 1100 стоит сегодня. Сегодняшими деньгами-то. Вот. Но она у нас будет сейчас намного толще. Мы подготавливали. Большие материалы, бойные от Сенецка взяли. Все. Ну, вы старайтесь как-то ближе быть. Тут еще, может, поговорим что-то. Вопрос. Давай. Игнатий Тихолевич, время подходит теплые. Так, ребята, вопрос-то. Сейчас, ни слова, ни звука не издавать. Дал добро купаться. Да ты не знаешь, отчего ты. Тихо, ни одного звука. Да ты перебиваешь. Выскав, что ли, кажется. Алло. Игнатий Тихолевич, здравствуйте. Только за одну ночь у меня было 72 звонка. Там с угрозами, что только они не лепят. И Бог все разводит. Мне нельзя дать. Если дал сигнал, теперь они там усилены. А он не поймет, может быть, телефон испорчен, то ли что-то. Вот сегодня ночью никто не звонил. Так, слушаю, говорите. Значит, мы в том году делали лесенку в ход купаться. В этом году будем делать лесенку? Да, да. От вас зависит. Игорь приедет. Игорь сказал, приедет больше. Игорь же, да, было за это вот. А, лесенка там, для купания. А делать лесенку, который где купаться? Купаться. Купаться. Приедет Игорь. Нет, не то. Это где крещение. Крещение, да. А купаться в другом месте мы же делали. Да, делали, да, делали в другом пруду. В другом пруду. Так, ну там же лесенку вытащили. Она же сломана, ее делать. Да поправить надо. А пока просто слезут. Нынешний сантиметров на 40, народ, закрывайте. Сантиметров на 40 выше стала вода. Вы благословите. И Константин, и мы поможем, чтобы сделать. Давайте. С Богом. Тем более, Константину сегодня отдыха нету. Он вчера приехал. Давай. Тут все высчитано. Давай. А тогда ножовка, молоток, какой-то инструмент нужно. Это все найдем. Все решится. Ну уж никак не думал, что Павел это Горгуленко. Я представляю, ну и никак не меньше Константина. Теперь хотел... Александр Долгов, 198 сантиметров с нами приехал. Где он? Он с нами приехал, отдыхает. Отдыхает. Отдыхает? 198. Единоверческий приход у него. Так, а у вас сколько? Ну где-то, я не помню уже. Где-то так же. Так же. А вот этот приезжает, Юрий. Да так же. Он немножко поменьше. Ну, с сыном тоже большие ребята. Ну, что сказать. Англосаксы? Все. Ну, вы в танки не годитесь. А вы слышали, взорвался батискап, который опускался. Титан. 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 Ахолотитаника рядом. И сколько билет стоил туда залезти? 250 тысяч долларов. 25 миллионов на наши деньги примерно. Рублям 25 миллионов рублей. 20... Больше 20 миллионов. 250 тысяч долларов. Долларов. 250 тысяч. Главное, мальчишка там 19 лет с ними был. Не мальчишка, а юноша. И как рвануло, даже одной секунды не было. Сразу мгновенная смерть на куски. Зачем лезли туда, в эту, говорит, консервную банку? Зачем? Если сказали условие одно, никому никогда не говоришь, что он не полезет туда. Он не выдержит. Ему надо сказать, что я был, видел Титаник. Ну, ценность-то твоя-то не повышается. Не повышается. Такой ты, как был, такой и есть. Такие деньги. Все говорят, почему эти деньги истратил на то, чтобы тебе жизнь прервалась, а не отдал ты кому-то. У меня есть стихотворение богатым. Обратите внимание, я прошу у вас, завтра будет поздно. Пока я бедный, успевайте помочь. Я могу сказать, что за последние минимум 60 лет на себя, просто на себя истратить. Я не потратил ни одного рубля. Это хорошо, знаю, те, кто рядом. А я так бьюсь из-за этого. Совершенно невыносимое кажется все. У нас тут зимой было, да, зимой. Одна семья в плен попала. И срочно потребовалось 1 миллион. Денег вообще нет. И почти к утру мы уже достали. Все, и за свой счет, это не где-то, а потом мы постепенно за книги где берем. И поэтому с книгами успевайте взять. Книги остальные не переиздаются. Полный комплект 51 тысяча, 30, 57 тому. Это вообще, каждый том 752 страницы. Сколько там вложено. Я сегодня, если что-то считаю, как будто первый раз вижу. И пропадью в стихах такого названия никогда не было. А все уникальное. Какая проверка идет. Вот корректор называется. Бог дал корректора. Профессионалу так не сделает, как она. Знаешь кто? Ирина Кондратюк. Где она живет? В Белоруссии. В Белоруссии. Господь указал человеку. А как получилось? Я когда был в Америке, познакомился с одним человеком, архимандритом Кондратюк Арсений. И сказал. Она вышла на меня. Меня, говорит, тронула. Это я Кондратюк. И мы с ней познакомились. Ну до того она умная. Везде, где я выступаю. Такие места писаний. Святых отцов. И вот бывает. Уже вышла книга. Уже ничего не сделаешь. Она говорит, здесь должно быть другой падеж. Или со знаком припинания вставить другое слово. Я начинаю считать. Да как же я этого не увидел. Я же прежде чем дать на проверку. Я его сам печатал. Сам видел. Очень разумная женщина. Сохранит ее Господь. Вот смотри какой. Красота. Здесь было, когда мы... Я откликаюсь иногда. Картошку тяпали. Тяпали уже. И увидели, как у нее гнездо вот такое. Там три. У них два обычно. А тут три. Ну взяли. Потом мне пришлось двух отдать в зоо уголок. Варнаульский большой, что там как показывают людям. А один коршун остался. Вот судя по всему, может быть она была. Но и питание было очень хорошее. Я доставал, где-то крысы были. Ловил, обдирал. И он до того привык. Вот я иду. Он летит на руку, садится. Вот так вот. Метр тридцать крылья я его могу показать. И однажды утром мы молились, спас можно было. И такой мелкий дождик. А тут грачата. Он за ними вместе увязался и улетел. Улетел. А потом я выхожу, а его нет. Обычно он летит. Тили-ли-ли-ли-ли. Вот так. Тили-ли-ли-ли. И я ему даю поесть. У меня холодильник забит был мясом. Такое мясо, которое никому не надо. Однажды делаю, крыса отрезал голову. Я ее не обдираю. Он рядом глотнул голову, не глядя, протолкнул. И все. Как анаконда. До того интересно. Нету нигде. А потом пошлекало столба. Там столб, он там. Большое электричество. Десять тысяч. И на распороте. И он как килл в крыльях. Я его замкнула. Ребятишки плакали. Я написал стихотворение. Коршуненок коря крючконосый. Не боялся ничего. И вдруг любознательность его заносит. На смертельный последний круг. И дальше это обращаюсь к адридархаманам. И как люди обращаются. Погибают. Ну и как теперь. А у него оставалось мясо. И отовсюду прилетали коршуны. Коршуриели. И теперь они над лагерем летают. И пилили, пилили. А его нету нигде. И когда Виктор Николаевич положил на музыку. И пели. И дети плакали сидели. Устранились. Они ему лягушек ловили. Еще только не было. Кормили его из руки. Я с детства занимаюсь птицами. Я называюсь орнитологией. Первая книга, которую я прочитал. Виталия Бианки. Виталия Бианки. У меня имя еще тронуло. И лесная газета. Я по тени мог определить. По отпечатке на шлиске или где-то. Что-то птиц. Ну, детство. Я знал, наверное, десятки-десятки гнезд разных птиц. Сколько птиц в нашей местности. С пяти лет это любил заниматься. Рядом были. Никто не интересовался. А я знал, где гнездо. Сколько она выпаривает. Коров пасем, я рягу. А она летает. Я живу. Не, ищербяк. Я делаю. Тихо, тихо. Наконец-то она садится. Только она села. Я знаю, сейчас она ему дает. Это мое время. Я со всех ног бегу туда. Она взлетает. А я уже рядом. В сторонке я ставлю штычок. Теперь туда подхожу. И смотрю каждый раз издалека. Как она ведет. Как выпаривается. А если положить другого. Будет ли. Тут как-то был дудот. У нас не было удодов. А тут появились удоды и соловьи. А удод у него такой венец на голове. Прям венец настоящий где-то. Но дети никогда не видали. Я кутку уже одного держал. И показал. Один раз дети зашли. И взрослые говорят. Там какая-то артист. Вот там. Угу. Угу. А где она? А вот здесь вот. Покажу. Рядом. Я вокруг обошел. И луна. И на свете я увидал. Да это сыщик воробьинный. Я его никогда не видел. У нас его не было. Я к утру его уже поймал. Он залетает в скворечницу. Скворца убивает. И пожирает. Воробьинный. Небольшой. Но сыщ. Как сова. Хищник такой. Ну и что. Посмотрел. Всем показал. Окольцевал его по-своему. Идет поезд. Я создал клетку. И проводница сказал. Доедете до Кулумды. Косот километров. Он. Свою местность. И там его выпустят. Какая-то. Скажи. Есть или нет. Чем занимается дядька? Птички-то на вокзал. Отправить. А это любовь. Я первый раз увидел голубя. Мне было пять лет. Я вот 70 с лишним лет. Почти 80. Занимаюсь голубями. У меня есть нынче. Вот оставил 25. А теперь только 6 штук. Залез хорюк или колонок. Кто оставался смотреть, он не знал, как это сделать. У меня он залез только один раз. И голубя не тронул. Я его уже поймал. Ну, поймал его, но уже поздно было. Видите, как даже в этой местности жизнь какая может быть интересная. Ваша потеряевка, если креститесь, это вас вторая родина. Вы здесь еще столько увидите. Какое богослужение, какой порядок. Ну, видите, как все приведут себя. А когда в храме отдельно стоят. Какая чинность. Когда в молитвах участвуете, уже бываете ли? Ну, видите, как это Господь делал. В Виталий у нас уже много лет. Уже бывает. Вот Виталий Бианке, с кем я познакомился. Виталий меня сильно тронул. Виталия я никогда не встречал. А то Виталий, итальянское имя. Я учился в школе. Легко давалось. В пятилетнем возрасте, кажется, пошел в школу. Дома сидеть неохота с ребятишками водиться в школу. Мы сейчас пойдем, я вам собачку-то отдам. Покорным его маленькой. И кошком, наверное. Так, ребята, вы чем захотите, занимайтесь тут. Так, табака ни у кого с собой нет? Нет, нет. Категоришечки, вход запрещенный. Все. Так, отдыхайте. После обеда можете пойти.